Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и сегодня вышла новость, от которой у меня, честно говоря, аж скулы свело. Давайте с предисловием. Как все вы знаете, каждый месяц проходит какая-то операция. Ну, допустим, в августе это операция распад. Мы его называем батл пассом. И все знают по поводу того, что если вы приобретете себе особый пропуск, либо вы играете у такого ютюбера, как я, где-нибудь на стримах или под видео, оставляя свои комментарии, вы можете забрать себе подарки из нижней вот этой линейки, в том числе на 30 уровне забрать себе в нашем случае в августе Аутка ставим коллекционную машину 6 уровня, ну а на 55 уровне для него легендарный внешний вид. Я, в принципе, изначально возмущался факту того, что легендарный внешний вид для коллекционки, которая является основной, по сути, наградой батл пасса, засунули на 50 уровень. Раньше было проще. Получил себе машину, да и слава богу, она сразу шла в легендарном внешнем виде. С другой стороны, разработчики сделали хорошо, что начали играться именно с шестерками, а не с более низкого уровня машинами, как это, опять-таки, было раньше. Ну ладно, окей. Что касается предисловия, я думаю, разобрались, и теперь давайте по поводу самой новости и моего отношения к ней. Выскажу абсолютно честно свое мнение по поводу того, что происходит. Ребят, я понимаю, что это бизнес, но все-таки самому себя хоронить, самому себе копать яму и забивать гвозди в собственные проекты, я имею в виду в крышке гроба этих проектов, ну это глупо, ребят, и это мое скромное субъективное мнение, пишите в комментариях свое. Давайте проанализируем. Дело в том, что с 16 по 17 число игра обновится, и вместе с этими обновлениями вступят в силу новые условия, а именно новые изменения в операциях вот этих ежемесячных. И теперь вместо танков шестого уровня, ребята, разработчики решили, как вы видите, ложить туда, в этот батл пасс, легендарный какой-то внешний вид для проходных машин восьмого уровня, и начнут они с АТ-15, причем они здесь пишут по поводу того, что каждый месяц мы будем выбирать одну из самых любимых игроками машин. Ну, давайте первое, я не считаю АТ-15 одной из самых любимых машин на восьмом уровне среди игроков. Если мы с вами обратимся в дерево исследования по нациям, то давайте будем говорить откровенно. Если это был бы легендарный внешний вид, допустим, там на того же самого Борща, окей, вопросов нет. На ВК-4502А, которого тоже довольно-таки любят и часто выкатывают из ангаров. На того же самого Тигра-2, или если хотите, давайте перейдем на советовый, посмотрим здесь на ИС-152, у которой действительно есть красивый легендарный внешний вид. Давайте посмотрим на ИС-3, которого часто выкатывают в бои, чисто ради интереса. Ну ладно, не будем останавливаться на этом, как решили, так решили, АТ-15, так АТ-15, но все же, ребят, согласитесь, покупка особого пропуска за реальные деньги для того, чтобы получить легендарный внешний вид на какую-то проходную машину, которая еще неизвестна, есть ли у тебя в ангаре, как, допустим, АТ-15 у меня, отсутствует, потому что я поиграл на ней, и все, до свидания, я пошел дальше. И мне не надо легендарный внешний вид на эту тачку. Я понимаю, если бы сделали, допустим, легендарные внешние виды раздавали на танки 10 уровня, ну тогда окей, хорошо, правда они там бабла стоят, и стоят они, кстати, немало, потому что на ту же самую бабаху легендарный внешний вид стоит 2550. Это гораздо дороже, чем стоимость, за которую вы могли продать коллекционную машину 6 уровня из батл пасса, если она была вам не нужна. Я в свое время, допустим, покупал особые пропуска именно для того, чтобы коллекционировать машины, но уж никак не для того, чтобы коллекционировать внешние виды. Пишите свое мнение в комментариях по поводу новости. Я хочу заручиться вашей поддержкой, пытаясь прожимать какие-то темы с разработчиками в общении с ними. И для этого мне необходимо ссылаться на то, что у меня есть огромное количество зрителей, которые разделяют мое мнение и поддерживают мои позиции. Спасибо вам большое за благовременно, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жду ваших комментариев под данным видосом, побежал снимать следующее видео. Ну а вам, друзья мои, обязательно мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.